привет привет друзья мои хорошие может уже у кого-то вечер или глубокая ночь а может только-только солнышко встало утро встало играется вы улыбнулись вместе со мной и жизнь как говорится началась у нас все хорошо ремонт продолжается огород мы тоже не забываем не бросаем все поддерживаете баланс выдерживаем так много разговаривать не будем потому что надо сейчас прям бегом ехать нужно будет поехать мне в магазин стройматериал и на кухне-гостиную на теплые полы взять нужно будет цемент я думаю где-то тонны пока мне хватит привезут он а там уже посмотрим в общем как всегда надеюсь ролик вам понравится он будет интересный вы получите от меня море позитива улыбка да уже уже есть даже и это хорошо вообще при от души от души мои хорошие спасибо громадное еще раз за вашу поддержку за ваши комментарии усаживайтесь поводовнее все хорошо мы тогда начинаем все погнали приятных просмотров так движуха придет я поехал строительный зал этот цементик машинка че-то подустала но ничего страшного зачем ей покупал чтобы смотреть на не пускай работы работает как мы работаем так здесь 30 килограммовый 17 мих очень полтонный полтонный багажнике вот еще один рейс полтонный забор в общем нет примерно тонна нужно на на кухне мою гостиную поэтому погнали пока суда на пеноплекс кину временно пусть пока полежит потом уже определю куда куда в какое место может туда ближе потом накрою приемка в принципе сегодня завтра уже начну заливать так что ничего страшного с ними будет все цемент я разгрузил получается у нас здесь тонна взял по 30 килограмм мишки они чуть дороже чем 50 там немного несущественная разница ну как говорится спину чуть побережем чем надрываться так того тонна и уйдет песка со целым еще уйдет три тонны до это вот четыре тонны где-то плюс минус вот уйдет на на гостин на заливку теплого пола вот так что такие дела да на немало но а куда делать а кому сейчас легко то что все будет нормально все будет прям шикарно от души потому что погода сегодня просто шить так ладно это все хорошо погнали дальше тёмка привет как дела ну чё там школе как первый день после каникул нормально 4 пятерки да ты вообще красава до красавчик от души красавчик молодец почем поставить молодец красавчик темку забрал первый день сегодня после майских каникул таких выходных до принципе сейчас туда-сюда неделька 2 и уже все они выходят на летние каникулы и конечно мне уже будет полегче вот и он там где-то что-то поможет где-то присмотрит да и вообще как бы не нужно бы школу ездить как бы это время тоже мою экономит вот и с утра также и в обед то что такие дела чего погнали куда работать нам там заливать знаешь сколько надо от души надо работать ладно ребят мы погнали давайте дальше выйдем ну Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok смотрим да что у нас у нас у нас как и сказал это я буду засыпать площадку заливать все нормально котел будет все прекрасно работать полы здесь ужасных я буду их ломать потому что сами видите вот они все все здесь пусто пусто все это уберу старая выдавана ночью чем показать все видеть за одну как раз смотрите трубы у меня ждут сюда пойдут вниз это всего кто этот вот все залью варианты чё ты чё ты чё стоять я не понял в общем все трубы сюда как раз у меня ребята под пол спрячется все нормально стяжку я сделаю хорошую крепкую вот и потом у теплый пол здесь не планирую вообще сделать теплый пол я не планирую сделать просто возможно те контура которые поведут с гардеробной до чуть-чуть сюда заведу вот чтоб чуть горела тем более здесь будет котельная а здесь будет просто так как предкоридор да как бы вот так сказать в общем такие дела так но я пойду подготавливает комнату скорее всего сейчас я буду уже выставлять маяки в кухне гостиной чтобы они застывали и что потом мне уже начать заливать заливать и здесь коридоре на она тоже начнут эти полы выбирать сломать и нужно нужно будет все подготавливается подготавливать и потом я живу съездим съездим за торкали наверно и потом уже поговорим разберем кое-какие вопросы там и по пионам и по милии короче делай так делай не так в общем все потом от уже заболтали так все погнали а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Сейчас заедем, будем разграбляться. Жажда. Иди воды, папе, я тут сейчас сгоришь. Так, всё надо разгрузить сейчас. Будем заниматься дальше делами. Всё, маячки закончили, выставили. Пускай сохнут, подсыхают. Всё хорошо, всё нормально. Осталось самое лёгкое залить, а? В общем, что говорить. Как обычно, стандартно выставили. Спасибо лазерному уровню, очень сильно выручил. Вообще незаменимая, классная вещь. Очень-очень выручает. Забываешь вообще обо всём. О уровнях, о рулетках и прочее-прочее подобное. Так, что? Что? Ничего, сохнет, ребят. Пускай. И уже начнём потом заливать. Так, начнём заливать. Но это уже, это уже, наверное, в следующем видео вы увидите. Потому что по времени очень много займёт. Займёт. Это весь день, сутки это минимум займёт. И то я не знаю, успею я за сутки это всё сделать или нет. Вот. Ну, в любом случае, что сделаю, то сделаю, то и увидите. Не, в любом случае, я всё сделаю, вы увидите. А вот за один день смогу ли я это залить, это уже другой вопрос. Вот. Так. Сейчас что у нас? Сейчас всё нормально. Сейчас пойдёмте на огород, таркальное, таркальное. Поставим. Поставим под помидоры, подвяжем. В принципе, ну и всё на этом, наверное. Будем, будем закругляться. Ну, посмотрим, может, всё что-нибудь найдём. Так, ладно, всё, погнали. Так, ребят, я забыл спросить насчёт потолка. Смотрите, у меня получается, вот сейчас где старая кухня находится, да, здесь будет гардеробная. Ну, что, считай, вот этот коридорчик и что ваня, да, здесь уже не плиты идут, да, здесь потолок идёт штукатуренный, ну, мазанный или как там раньше, да, правильно? Реечка подбита тоненькая там и всё заштукатурено, да. Вот, что я вам хочу сказать, что я хочу вам спросить, да, у кого такой потолок, что вы с ним делали. Просто я планирую здесь сделать натяжные потолки. Я в дальнейшем боюсь, чтоб, не дай Бог, где-то что-то не там, не начал слушаться, что-то падать, да, вот, или где-нибудь не обвалился, да. Как вы обдирали весь потолок или что-то, возможно, подбивали к нему, чтоб в дальнейшем потом это ничто, ничего не упало, допустим, да. Кто-то скажет, да, сделай гипсокартун. Ну, честно, гипсокартун не хочу здесь, в этой комнате, сделать. Вот, но, опять же, здесь сделаешь, здесь будет один потолок. В ванне, в ванне, в гипсокартун не сделаешь, потому что очень большая влажность. Ну, и не хочу я, да, там. Вот, я знаю, что кто-то скажет, да, у меня стоит там уже пять лет и всё нормально. Нет, я, как бы, хочу, хочу вот натяжной и вот, не знаю, что мне здесь делать, как лучше, как подстраховаться. В общем, у кого так, если кто делал что-то интересное, пишите. Буду очень рад услышать ваше мнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Классно И укропчик все потихонько берем Вот этот крайний лук Крайний лук уже нету Видите уже все съели Этот весь ряд Сюда скорее всего Возможно синенькие пойдут Синенькие напрашиваются Базилик нормально Все вот он Принялся Все растет Все прекрасно Вот хорошо рядочек Вот И что Ну и в принципе Вот этот ряд лука Уйдет по-любому Первый Вот И на место Посмотрим Кто писал редиску да возможно редиску редиску посеем засеем посмотрим как 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 пойдет насчет насчет горит свеклы и морковки ну ребят ну как выйти места малый смысл ее сажать я не вижу то морковка стоит там но не так уж дорого чтобы по сезону взять и поехать и и да а сколько нужно трудов вложиться чтобы ее вырастить а поливать подпушивать как бы ну сами понимать я посадил все что нужно это лук в основном зелень зелень зеленый лук салат и базилики укроп и это огурцы помидоры все что еще нужно ну там синяки будет и все так сейчас я болгарку покажу розы растут сейчас одну штуку покажу не пойму мусор откуда появляется и вот смотрите ее ничего не может дети чу-то кидать смотрите сколько каждый каждый день вот так выкидываю представляете смотрите сколько каждый день знаете откуда это догадались нет точно если кто догадался откуда вот это все у меня в огороде постоянно появляется пишите а в конце ролика я их я скажу я скажу что что это да откуда это все берется это все просто кошмар каждый день это по такому пачку блин убираю отсюда так тут нормально роза свинья рассвела раскрыла красавица а красавица так за клубничку писали и замульчировать соломкой застелить возможно да соглашусь потому что ну жарко здесь жарко в бетоне и здесь примут поэтому посмотрим соломы пока нет но постараюсь найти пионы пионы тоже за пионы вообще писали ребят я не знаю там одни пишет убирай траве быстрее муравьев убивая их там другие писали нет не трогай они помогают головки раскрыться короче и тому и тому подобных короче и за и против я уже не знаю что делать в общем не знаю пусть может остается вообще как есть заплю заплю искать и скажу кли нету на розах я не знаю куда она делась но после дождя и вообще нет и вообще нет вот ну это хорошо нету примут ни на одной розе вообще нет клини капельки так горький 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 а тоже пересадил вот вот она вот он здесь все хорошо и он здесь все прекрасно чувствует я упрям землей брал вот такой пересаживал все прекрасно все он даже не принимался говорится он свою среду попал и прямо здесь ему прям очень хорошо не знаю здесь еще пятачок маленький может они посажу ну посмотрим посмотрим еще роза соседская так плетется тоже таки красные бутончики получается вон она где спальня все там заплетет стать очень много было вопросов по повод капельному поливу капельный полив федер как что как взять что купить где он что нам нужно как бы ребят это обычный стандартный я вообще заказывал на сайте 77 здесь интересная ссылочку там кинул а так по нему очень много было вопросов вот мы тоже хотим там что 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 нам как там ребят как бы если просто стандартного это вот комплектом до продается здесь уже есть вот вот эти трубочки подводящие к каждому растению кто-то просто трубку такую берет на капельный поливает ним а небольшие отверстия делать небольшие да и оттуда потихоньку вода капает на растение вот кто-то живот подключает вот эти трубочки как они у меня есть да кому кому как допустим да если у кого-то глобальная там до городку там не писал мне три километра этого капельного 2 как если кому-то много не надо можно принципе вот такой комплекте заказать если если у вас там немного да и будет вообще и счастье до регулятор тоже можно можно и нужно поставить чтобы это вообще время будет экономить но представьте как легко вот я пошел вечером открыл кран все это на 20 минут все пошел закрыл мне все полилось вы ходите занимайте своими делами вам не нужно бегать куда-то смотреть что у вас там перельется что-то не дольется очень удобно тоже рано утром раз открыли все закрыли все классно удобно очень удобно поэтому поэтому смотрите сами облегчайте себе свою жизнь потому что не нужно прям знаете до потери пульса там горится горбатится на этом огороде есть обычные вещи которые упрощают нашу жизнь ныть и нужно их делать потому что они экономят наше время так ладно херия я не буду томить насчет вот этой проволоки да вот этих кусочков маленьких то их кидает вот кто догадался молодец на кто нет тоже молодец а в общем это горлица это вот эти голуби да я рассказывал соседний навес они под железной перекладины лезут а там они как сказать и туда носят хотя там гнездо построить у них ничего не получается сейчас я уже их не вижу они будут возможно мои уже заняли да где выводов живете там уже одна новая пара а другие не займу до сих пор летать и они туда плали это все сыпалось не в огород все не в огород а в ком воды все такие маленькие дети проволочки все мне туда я не понял все раз убрал да что такое не повод куда это берется прошлый раз веру беру муж дети чу куда кидает не пойму потом посмотрел блин они носят вообще прям вот дают они так ну ой мои хорошие заканчивать на этом это всегда хорошая позитивная ноте будьте здоровы будьте счастливы пусть все у вас будет хорошо жизнь без ключа и жить она прекрасна это просто счастье большое счастье жить жить и кайфовать и давайте будем кайфовать вместе со мной вставайте сделайте хорошие дела надеюсь я кого-то как всегда чем-то хоть чуть-чуть замотивирует кого-то поднялась настроение появилась улыбка еще раз его хочу сказать все будет хорошо ребятки на этом надолго не прощается скоро увидимся все счастливо всем пока а а